Здравствуйте, Жанночка! Здравствуйте, Жанночка! Я рада вас видеть! Здравствуйте, я Саша! Я же смотрю вас, да? Да, да, да. Примерно год. Мы как родные, так приятно. Хорошо. Рады видеть вас. Взаимно. Очень рада, что я попала на ваше шоу, что пригласили. Мы тоже очень рады. Ну что, вы готовы, да? Ну да, вроде готовы. Давайте тогда сейчас сядем, чуть-чуть пообщаемся, вы немножечко расскажете, да, косметичку принесли? Конечно! Тогда проходите, да. Да. Садитесь. Так, Олеся. Здравствуйте. Давайте вашу косметичку. Так, вот моя косметичка. Тут вот все. О-о-о! Да, да, да. Знакомые все. Я вас примерно... Что? Посмотрим вебинары. Да, да, да. Ну вот примерно год я вас слушаю, но я честно признаюсь, ну нерегулярно. Я сегодня вот готовилась, бежала, и она у меня разбилась, да. Поэтому я не знаю, вытаскивать ее или не вытаскивать, она вот разбилась. Да, да, да. Потому что она сейчас рассыпается. Вытаскиваете, просто мы ее не будем открывать. Да, она понятно. На самом деле супер. Все, да? Да. Все самое необходимое. Вот. Потому что, как это... Оказывается, я не умею краситься. И вот год назад, когда... Ну, примерно год или полтора, я подписалась на вас. Я узнала, что, оказывается, это сколько всего надо. Это... Просто я до этого... Я не знаю, чем я занималась, как я жила вообще. Не знаю информации. А что касается технической части, тоже много что для себя новенького? Все. А, все, да? Потому что я в декрете нахожусь, и сейчас постепенно выхожу от... И, соответственно, все время было посвящено детям, развитию детей, питанию, все такое, да? Чтобы вот все было по-правильному. А о себе-то я уже и забыла, как надо правильно. Я поняла. И вот, благодаря вам, кое-что вот тут у меня есть. Не, ну, на самом деле, очень шикарная косметичка. Очень хорошая, да. Косметичка. Все наши любимые продукты. Мой любимый тональный крем Ева Мазак. База с матирующим эффектом. Иссадора. Вот эти тени классические. Тени классические. Прекрасные. Очень хорошо на каждый день. Консилер двухсторонний с сывороткой для лица. Это база по тени. Блеск. А вот это что? Это бальзам. Просто я помадой не пользуюсь. А бальзам, он, знаете, что мне нравится? Да. Он придает цвет. То есть он вроде как и бальзам. Это вот и фраше. И фраше, да? А нанесите сейчас на губы. Ну вот он у меня, вот так вот я зимой, осень-зима. Да, да, да. Дополнительного увлажнения. Шесточка матирующая. И три карандашка. Три карандаша. Для бровей и под для глаз. Да, вот видите, для бровей вот ваш. Да, да, да. Теперь ваш тоже, да? Не только мой, я и подружкам своим советую. А вы из Москвы? Ну да, да. А сколько вам лет? Мне 36. Ой, как хорошо. Вы подходили, смотри, у нее прям очень. Такая маленькая. Спасибо. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Благодаря вашему курсу можно сказать еще так немножко этот. Так, скажите, пожалуйста, сколько время у вас уходит на макияж? И вот это вы все используете? Нет, нет, это не каждый день. Не каждый день. Это вот если куда-то вот собраться там, не знаю. А что вот у вас за хайлайтер сейчас? Так, какой-то у меня был хайлайтер. А я его забыла положить, блин. Так, ну ничего страшного. Спасибо. А вот тоже, как вы сейчас накрашены, вы так постоянно краситесь? Ну это на скорую руку и мне не всегда нравится. Почему-то вот у меня, ну расширяется. Ой, а где тушь? А я тушью не пользуюсь. Почему? Ну потому что вот иногда бывает у меня там снег, ветер и не всегда я успеваю, могу тирануть. Понятно. Не всегда. Ну я вот как-то вот, не знаю. Ясно. А как часто вообще по магазинам ходите вот в плане декоративных средств? И сложно ли вам вообще в магазине? Нет, раньше было сложно. Раньше я вообще ничего не понимала. Да, сейчас хотя бы полегче. Я вот, не знаю, консилер, основы или база. Да, да, да. Я отличаю, да. Раньше, вот честно, раньше не различал. Ой, ну по магазинам за косметикой не так часто я хожу. Я не знаю, если раз в два месяца. Так, все-таки еще раз, на каждый день что вы делаете? Так, ну на каждый день это у меня вот тон, глаза вот немножко, чтобы расширить. Ну и брови, конечно, раз покрасить. И все, да? Ну и вот. Да. Хотя глаза не каждый день. Вот бывает, что я только тон и брови, и губы. Я поняла. Румяна у нас еще тут нет. Ну то есть для вас получается актуально, чтобы макияж был такой достаточно быстрый, чтобы сразу было эффектно и красиво. В сад, в школу отвезти. Красиво. Пятиминутка, макияж пятиминутка. Ну что, тогда вы можете идти в магазин, а я пойду пить чай. Как прекрасно. Побежали. Так, у вас еще есть время, 20 минут. 20 минут. То есть вам нужно еще не успеть. Мы очень быстрые. Почему 20 минут? Потому что если девушки у нас не успеют за 20 минут, то ту косметику, которую они приобретут, эта косметика разыгрывается и достанется кому-то девушке из вас. Будет проходить розыгрыш. И во время розыгрыша я задаю вопрос, вы отвечаете и, соответственно, получаете приз. Доченька, 3 тысячи рублей. Да, вроде бы немного, но я-то знаю, как все это собрать. Теперь твоя очередь. Я сейчас чувствую в школьные времена, когда мама денег в школу дает. Я немножечко, конечно, расстроена, но я тоже знаю, что можно купить на 3 тысячи рублей. Посмотрим. Посмотрим. А потом я буду делать макияж Алисе. Я их забрала. Да. Давайте. У вас 20 минут. Ну что, вы готовы? Готовы. Побежали. Побежали. Как громко. Мы, наверное, должны были крикнуть. Да! Да! На самом деле, вот в Питере в этом плане значительно проще, потому что маленькие расстояния Москва, даже в торговых центрах огромнейшее. Зато можно бежать. Ну да, легкое кардио. Так, куда, где лифт? Так, вон вижу лифт. А, вот так. Вижлин, вижлин. Подставу какую-то сделали. А, Саша, вы реально не знаете куда? Я думала все-таки. Вон он, рембошик. А что ж он так далеко-то? Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Где корзинки у вас? Ни одной корзинки. Первое, что нам с вами нужно взять, это загарную пудру. Так. Потому что вы сказали... Да, все верно. Молодец какая вы. Потому что вы сказали, что вы не любите румяна, и мы как раз таки будем использовать и загарную пудру в качестве пудры и в качестве румян. Да. У вас очень красивая кофта. Так. Мы вам сейчас возьмем... Синий карандаш. Синий карандаш. Синий карандаш. Ой, он прям вообще... Да. И под карие глаза он будет прям выглядеть вообще супер. Давай. Вообще никакого тестера нету. Так, вот какие-то такие. Это 0,1. С розовинкой нам не подходит. Я вот честно говоря думаю, что вот это. Может быть вот это. Давайте этот возьмем. У нас если что есть загарная пудра, поэтому если вдруг он будет светлый слишком, мы всегда можем немножечко... Кстати вот для бровей. Вот это не подойдет? Затемнить. Вот этот карандашик он шикарный. Он шикарный. Да, поэтому мы его оставляем. Ага, ага. Просто цветовую больше. Так, дальше. Румя нам взяли, пудру взяли, карандаш взяли. Тушь эффект панды от Ева Мозаик есть у вас? Ага. Черную нам. Черную. Да. Все. Так, тушь взяли. Нужны нам тени. Где возьмем тени? Угу. То есть они ну не очень подойдут. Они будут вот этот вот очень активный блеск. Он для повседневной основы будет тяжеловат. Угу. И он такой очень крупно дисперсный. Вот эти вот блестки будут не очень красиво смотреться. А вот матовые текстуры в данном случае будут работать супер. Давайте. А давайте вот на самом деле вот эта палетка 874 тени для глаз и для бровей. Кстати, интересные оттенки. Да. И такие достаточно базовые. Можно сделать как очень натуральный макияж, так и поярче. Плюс ко всему у вас акцент в макияже. Это будет синенькая межресничная стрелка. Будет очень красиво смотреться. Хоть это и для бровей. А мы тогда карандашик для бровей брать не будем. Вот и сэкономим. Ага, для бровей и для глаз. Универсальное средство, да. Хи-хи-хи. Ага. Можно я скажу? Нормально у нас модель знает лучше, что есть крем выходной, чем консультант. Я просто увидела блестящее. Да. Сейчас посмотрим. У него очень деликатное сечение. Угу. Да, да. Да, красавчик. Я даже сама такое захотела, честно говоря. Ну да, он приятный. Так, возьмем. Ноль один. Ноль один. Ноль один. Где не тестер? Вот не тестер. Отлично. Вот. Я его нашла. Вот такое нам будет очень хорошо. Давайте попробуем. Он будет прям идеально. Берем. Ну что, пойдемте на кассу. Здравствуйте. А можно я вам буду выдавать? Потому что у меня тут сумма ограниченная. Так. По самому основному. Так. 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 Сколько там? Пока что 3415. 3415? Да. Карта магазина у нас будет? Да. Если будет, то сумма значительно уменьшится. Отлично. Сейчас, секунду. Олег, сколько у нас времени? 70 минут. Угу. 3243. Хорошо. Это мы сейчас берем. А вот это будет второй чек. Я накосячила, и я и покупаю на свои деньги. Да. Хорошо. А можно я сразу же в пакетик уже буду складывать, чтобы мы бежали? Да. А-а-а. Блин, кустой пик хватило бы. Ха-ха-ха. Ха-ха. Давайте наличными. 2 тысячи четырехнадцать. Две пятьсот. Хватило? Да. Ну, хватило-то, ну, как бы хватило и не хватило. Хватило на мои деньги. Я просто... Сейчас, пожалуйста. спасибо вам большое до свидания побежали 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 чуть охранника не сбила за мной может быть побежит уже лифт я нашему оператору говорю олеся где быстрее где быстрее где быстрее так ну что давайте начнем делать макияж сейчас я вам все объясню покажу саша что-то купила я купила корректор специально большого объема мы его сможем использовать как корректор собственно и как тональную основу единственный момент мы подбирали его вслепую потому что в магазине не было тестера поэтому тут сейчас знаете такой кот в мешке будет сейчас попробуем самое главное чтобы он был не темный если консилер кстати когда новенький смотрите вот так делаете и может получиться что придется долго это нормально это когда у новой выходит средства изнутри вот смотрите дело дело вот уже пошел я думаю достаточно вот мы стали желали светленький потому что если вдруг бы он был светлее мы всегда могли его затемнить с помощью загарной пудры на т-зону это логично да значит у нас получается вот это средство два в одном как универсальная два в одном под глаза на все лицо это у нас будет в качестве моделирования качестве румян немножко да и вообще для матирования вот это хайлайтер кремовый так отлично затем мы взяли тени это тени для бровей но они матовые и мы уж я подумала что это будет как два в одном то есть их можно будет использовать для бровей и наша для бровей тут нету и для глаз так хорошо ладно тушь с эффектом термотушь да потому что олеся сказала что да обычно там сыпется и так далее чтобы ничего не сыпалось блеск для губ и карандаш так отлично значит первое кожа у нас уже подготовлена я сейчас беру консилер и буду его наносить на все лицо очень удобно что здесь вот такой вот спонж сначала немножечко на руку для того чтобы протестить как то получается и затем консилер он светловат но это хорошо то есть не боимся пальчиком сразу растушевываем при этом он именно как тональное средство достаточно тонкий в этом есть плюс а средство это специально для зоны глаз поэтому здесь выигрышно что один продукт который можно использовать и для глаз и для лица значит задача у алисе да что у вас двое маленьких детей поэтому постоянно какая-то вот получается такая забота не да и я тут туда-сюда нужно отвести привести то есть вы сейчас полностью заняты воспитанием детей соответственно макияж должен быть достаточно быстрый согласна чтобы вы выглядели хорошо поэтому я подсвечу вот этим консилером именно смотрите центральную часть лица он матовый что хочу сказать поэтому для кожи кожа у алисе комбинированная нормальная но немножко да как бы т-зона чуть-чуть и он кстати очень хорошо закрывает поры вот прям очень хорошо да что я честно говоря первый раз пользуюсь этим консилером никогда не обращала на него внимание мне казалось что он суховат но вот для сухой кожи возможно а для кожи комбинированной вообще замечательно и вот здесь даже особо не нужно вот эти вот моменты если есть какие-то нюансики на лице т т т т т т т но честно говоря я вот этим руководствуюсь домовались хорошая кожа да если там выравнивать тон да обувь под глазами то это исключительно будет т-зона и этого объема будет достаточно да и самое главное что вот как раз быстро до этого движения которые спонжик очень мягкие приятные потом это можно растушевывать руками когда делаете себе это конечно значительно проще руками делать и сейчас делаю спонжем я вообще всегда обучают макияж делать в большей степени руками это быстро это удобно это европейская техника вот если посмотреть как раз различные рекламные ролики например там шанель dior там а не знаю любого другого бренда показывается макияж в основном руками и вот эти средства как раз они и производят что очень можно качественно сделать макияж при этом не прибегая там специальными инструментами кисти спонжи это все здорово если умеете ими работать хорошо но не у всех получается и для быстрого макияжа проще все сделать руками так закрываем глаза на верхние века так посмотрим в камеру ой смотрите какое личико прям идеально чистенькая следующий продукт это пудра которая имеет аж четыре цвета можно все вместе он так сразу наносить можно по отдельности можно использовать как тени например вот этот цвет вот это в качестве скульптора этот в качестве румян и на весь тон ну как бы на все лицо чтобы создать эффекты легкого загара подтеплить кожу смотрится это очень здорово можно сначала нанести вот это средство а потом хайлайтер а можно наоборот просто это разные зоны когда мы наносим пудру мы не наносим на те зоны где будет у нас хайлайтер поэтому между собой те средства не конфликтуют и так можно добавлю давай вот плюс загарной пудры очень многие на самом деле спрашивают а какую загарную пудру выбрать выбрать потому что многие загарные пудры очень активно прям рыжат а вот когда вы видите что в пудре а несколько оттенков вместе то она работает значительно прозрачней легче и вот этот вот такой натуральный легкий загар он как раз таки получаешь что смешивается несколько цветов да 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 и чтобы не получилось такого рыжего цвета все-таки она же придает эффект загара вот основное значение как раз ее для того чтобы подтеплить выступающие зоны поэтому такая пудра не наносится на все лицо это очень удобно у нее псори очень тонкое покрытие то есть вот она хорошо ложится сразу дает свет и как раз вы по-моему алисе сказать что вы румян особо не любите да а почему красные красные вот кстати есть а щечки что вы мне нравится ваши хотите сделать меньше визуально или что да тогда как раз нужно на щечки нанести вот эту пудру которая создаст эффект глубины то есть как только вы наносите вот сюда то у вас сразу вот эта часть лица она немножечко кого-то уходит в тень вот на центральную зону можно чуть-чуть на носик на подбородок и совсем слегка можно на боковые поверхности вот на шее деле это как раз таки тот вариант про который ты всегда говоришь что если вдруг девушки вы подобрали себе тональное средство которое значительно светлее да то загарная пудра исправляет эту ситуацию просто два счет плюс смотрите тоже в чем прелесть продукта опять же беру и в качестве тени наносим вот прям такими движениями этой же кисточкой и у вас уже легкий макияж вот уже звезда уже хорошо уже так теперь хайлайтер хайлайтер это для сияния и тонуса кожи то есть в данном случае вы выбрали такой больше бежевый придам мне очень понравился этим этот хайлайтер тем что у него прям такая легкая и мягкая текстура то есть его можно будет растушевывать просто пальчиками он пластичный и он не будет оставлять вот эти знаете как нанесли хайлайтер и он вот таким вот светящимся огромным пятном тут такого не будет потому что вот я как раз таки говорю о том что текстура мягкая и пластичная вы используете хайлайтер используйте вот вы пришли же к нам с хайлайтером таким достаточно активным потому что это знаете событие такое правда я его каждый день да а я люблю на каждый день потому что он дает вот это вот как раз ухоженность и легкость и кожа смотрится более богатой то есть это не то чтобы знаете как бы только по праздникам наносим можно на каждый день и это смотрится очень хорошо тоже хайлайтер да я честно говоря даже подумал . покажу вот в эту сторону очень хорошо очень хорошо так теперь следующий шаг это у нас будут тени которые для бровей и мы используем их еще как тени для глаз тоже получать такая универсальная до палетка и еще мне очень нравится что она маленькая то есть если вот например там говорить про отношения с собой в поездке очень здорово так сейчас начинаем тогда с бровей не беру кисточку для бровей вы купили отдельно хотя здесь тоже есть раз этот набор для бровей то как правило здесь все это есть вот и она кстати очень хорошая качественно это у нас его на самом деле я вот эти тени не не видела еще у евы мозаик и я просто не знала что там вот есть вот эти вот две маленькие миниатюрки набирайте да можно на самом деле абсолютно спокойно вот эта скошенная кисточка она достаточно тоненько будет удобно прорисовывать там допустим четкие линии если вдруг кто-то любит и вот это вот малышка которая ёршик для растушевки так вот что касается теней для бровей смотрите здесь какая особенность что когда вы покупаете как нужно ими красить вот это больше как для припудривания да это такой светлый цвет или для высветления начала брови то есть основная суть так вот это скажем начало брови это середина часть брови а вот это кончик и пик брови не в обратную сторону вот очень часто ошибка начинают темный цвет наносить самом начале и в итоге получается как раз такой тяжелый взгляд поэтому темный цвет я набираю начинаю наносить как раз на пик брови и на хвостик таким образом создается эффект лифтинга мы делаем правильный правильный акцент когда на кисточке уже с продукция практически вот мы растушевали уже можно дотронуться и до начала брови или мы берем цвет который посветлее и уже заполняем более светлым а светленький да они кстати очень хорошо тушуются они мягкие такие да 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 поэтому получается действительно таки мне кажется на самом деле тот случай когда если боитесь переборщить они настолько пластичные что да амор стушевать там я молодец да тени кстати и тоже мне очень нравится я бы такие тоже приобрела да и как раз для того чтобы вот косметичку сделать универсальный удобно сейчас посмотрим как будут они наноситься на глаза но я думаю что вот все в порядке точнее я сейчас покажу как это чтобы это было легко сейчас я делаю правильную бровь ой брови это конечно же просто вот у меня есть онлайн-курс где я обучаю девушек макияжем и там есть раздел конечно же отдельно по бровям потому что брови они могут сделать лицо немного стройнее они могут создать эффект лифтинга они могут отвлечь внимание от нижней части лица и вот как выстраивать вот эту форму чтобы она подходила вам идеальной чтобы вы как раз добились вот этого эффекта и лифтинга и стройности здесь очень важно пропорции поэтому чтобы понять не только как технически делается но и как с точки зрения пропорции вот это сделать это конечно нужно прийти на обучение на мой онлайн-курс где вы подробностью это узнаете так кстати расчесочка тоже вот это очень классно это что у нас это номер один марка отлично так олесь посмотрите мой как красиво уже брови сделали все эти как здорово сразу лицо меняется и как раз коррекция если есть например объемные щечки или объемные скулы то в данном случае получается когда правильно делается форма бровей лицо автоматически сужается супер следующий шаг я сейчас беру эти же тени но к кисточку для теней кисточка nyx nyx классная кстати да мне даже понравилось это все за за 3000 рублей вообще супер так набираю теперь чуть-чуть встряхиваю и начинаем наносить так я сделал неправильно значит чтобы не просто можно начинать с темных теней а можно со светлых давайте начну со светлых возьму тогда аппликатор который здесь нам прилагается объясню почему чтобы не переборщить с темным цветом лучше сначала кожу как будто мы закрываем глаза немножечко подготовить и если вы нанесете тени светлые в данном случае они такие телесные то темные тени они будут очень хорошо скользить можно аппликатором вы знаете как обычно я люблю много делать пальцем как визажисты из европы вот так лучше чувствуется текстура вы не переборщите значительно быстрее макияж просто одно удовольствие так а теперь уже наношу кисточкой тени глаза открываем смотрим вот так вот прямо камеру и начинаем затемнять у вас века объемная у вас какие корни татарские да очень здорово красивые глаза века объемная но при там очень красивая форма поэтому девочки вот объемные веки просто честно говоря я обожаю то есть я не считаю что это какой-то красиво да недостаток это просто строение век такое поэтому чтобы подчеркнуть глаза можно чуть-чуть подтемнить тени кстати шикарно шикарно растушевываются просто замечательно открываем глаза и кисть кстати хороша никс а сколько нас я не помню кто-то сколько стоит такое открываем вот смотрите видите сразу раз глаз так раскрыл больше да 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 и основного где нужно затемнять это как раз вот над внешним уголком глаза вот это и дает эффект такого скажем раскрытия до увеличения глаза да на данном случае мы как бы подчеркиваем свою форму она вас красивая и просто если обвести вот так темным цветом но практически как по контуру вот глаза становятся более выразительные и века другому значит цвет который посветлее он будет очень хорошо для растушевки так как у нас еще есть и загарная пудра то есть это может быть или вот этот цвет или какой-то из этих цветов давайте я покажу а вот этот свет можно использовать допустим это на вечер а это на каждый день он понежнее сейчас я возьму вот такой вот цвет немножечко с розовинкой и растушую вот эти тени получается мягкая дымка то есть сделать такие вот именно дымчатые дымчатый макияж очень легко когда используется несколько цветов и тогда получается замечательно открываем вот это как раз делает макияж скажем таким вот роскошным роскошным делают плавные линии плавные переходы чтобы еще добавить немножечко какой-то такой игры света вот здесь вот есть светленький в этой пудре я тоже набираю пальцем и он видите сиянием такой немножко как золотистый и наносим закрываем на подвижную часть века вот получается у нас две палетки задействованы очень хорошо так сейчас я сразу сделала полностью один глаз для того чтобы эта разница была и вы у вас в одежде синий глаза карие а вся своя палитра теплая до теплый цвет кожи а теплый цвет волос если добавить немножечко контраста ваша вся палитра теплая станет более выразительно это будет очень красиво закрываем сейчас делаю межресничное пространство карандаш буржуа да да очень ой я очень тоже их люблю шикарный карандаш и они мягкие они мягкие а это еще до этот стойкий стой да потому что я сказал сам вначале что она вообще не любит тушь и расчет собственно было на то чтобы если вдруг у нее потечет что-то дата то она спокойно может не переживать за то что куда-то карандаш вдруг съездит тушь опять же термо потому что чтобы не переживал человек по поводу погоды сляпать так вот я сделаю немножко сверху и совсем чуть-чуть снизу и сразу вот это синего усилила цвет ваших глаз но при этом синего яркого нету и никогда не крашу почему темные круги глазами у вас глаза нет-нет-нет-нет мешки это другое об этом сейчас мы поговорим это зависит от того что вы используете точните что вы кушаете что вы пьете на сейчас я беру тушь которая но у панцы то есть это против темных кругов как раз она не сыпется то есть термо тушь вы сможете уже смотрим вниз вниз можно моргать вы уже сами будете выбирать там красить или не красить там почему от колесе не красть ресниц потому что они на самом деле достаточно густые и темные то в принципе я вас понимаю даже в этом макияж то что я сделала и без ресниц тоже смотрится хорошо ярко но я не могу ресницы надо красить тут конечно вы сами выбираете она я сейчас конечно же хочу показать насколько ресницы дает вот этот красивый изгиб яркость глазам увеличивают их делают более выразительные открываем и вообще да вообще мы прям как это диво у нас смотрим вниз еще раз я сделаю чуть-чуть побольше если могут мне кажется кисточка да немножечко большего то большего есть такое да то есть с одной стороны это термо тушь но кисть ему если бы она была поменьше было было уже удобней согласно согласно к сожалению просто термо тушь есть не в каждой марке было бы есть водостойкие туши они смываются специальным средством для снятия макияжа а термо туши на смывается теплой водой то есть вам не нужно как-то там специально что-то делать просто воду намочили теплой водой и снова очень удобно так еще раз вниз и вот эта тушь она не дает знаете такого слишком слишком театрального эффекта смотрится очень натурально поэтому кто не любит но при этом я хочу сказать она хорошо расчесывая то есть она вообще не склеивает и снизу нижняя чуть-чуть попозже так но сейчас я что делаю дублирую второй глаз вот скажите как есть то есть вы знаете вот сейчас настроение мне такое хорошее и гривы класс нравится а иногда утром проснуть кажется чуть ярко ярко но еще не красть да да есть еще знаете какой важный момент это время суток и когда встаете достаточно рано сделать сразу с утра такой яркий макияж тяжело тяжело в смысле не то чтобы тяжело делать а в том чтобы восприятие себя идет как учета я как-то переборщила и макияж который делается для вечера он при вечернем освещении смотрим еще раз вниз он смотрится более спокойно поэтому интенсивность конечно же нужно выбирать зависимости до от того какая у вас задача когда вы куда вы краситесь так смотрим прямо отлично очень красиво сейчас я накрашу нижние ресницы а пока так у нас значит вот здесь есть вот эта кисточка и можно накрасить губы но вообще-то я знаете что вам там попробуйте сделать это самостоятельно просто как вы обычно красите не пальцем да да давайте обработать руки так делается это вот таким образом мы берем переварить не сюда не сюда не сюда вот сюда вот так вот делается дозировка на чистые руки наносим а уже отсюда пальчиком цвет чуть-чуть по интенсивнее чем обычно вы красите вот бальзамом а у вас такая внешность колоритная что вам если губы сделать капельку поярче то у вас все остальное она становится еще более сочным не переживайте за контур потому что вот вы сейчас делаете будет такой эффект зацелованных губ очень красиво то есть прям можно поактивнее немножко смелее нанести не страшно да да отлично у вас хорошая форма поэтому в принципе можно давайте помогу немножечко можно так оставить так прям посмотрите в камеру о отлично и может быть чуть чуть еще не надо надо всегда выбирать как вам комфортно это важно еще что касается укладки и лица значит лицо красиво все замечательно если мы говорим про вот эту зону который хотелось бы например да сделать не такой выразительный вот укладка у вас самая широкая часть в укладке волосах именно приходится вот на эту зону это визуально мы как будто бы знаете продолжаете поэтому чтобы вот это скорректировать нужно чтобы объем был больше вот в этой зоне поэтому опять же нужно посмотреть у вас вьются сами так волосы красиво очень красиво то есть пересмотреть как можно вот эти ваши красивые кудри сделать так чтобы объем уходил именно вот в эту зону так то есть я сейчас даже вот так немножечко пальчиками сделаю дать даже не расческой вот эти волосы здесь пообъем не и поменьше сделать объем как раз зоне вот щечек таким образом а можно помогу за да 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 давай даже не кажется что можно вот их не надо так если они у вас так вьются вы можете здесь сделать их чуть покороче вот в этой области и у вас вот эти кудряшки здесь вот и они даже мне кажется будет элементарно их уложить они сразу будут давать вот этот объем как только переключаете все у вас сразу так сейчас посмотрим еще раз зеркало прямо прямо . вот видите они как будто сразу куда-то исчезли вот хорошего скулы мне очень нравится вообще вот это вот этот типаж немножечко такой как бы восточный но вот тот вот большое значение будет иметь все в комплексе лоб красивый как только лоб закрываете сразу вот эта часть увеличивается на самом деле вообще-то это факт потому что вот у вас сейчас лицо она стала прям значительно уже да 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 я это вижу так сейчас еще немножечко правда не были прям значит а потому что здесь у нас румяна они матовые они убирают объем чтобы с этим поработать здесь объем увеличивается и дальше это иллюзия треугольника поэтому губы должны быть брови здесь объем в этой зоне и в итоге получат получается очень хорошо вот так вот отлично а у меня вопрос до опроса предложения какой а если даже до волосы вот тут вот убираются в элементарных крабик а можно только осторожно смотрите если убрать совсем то видите получается что 5 щечки тут не хватает нам нужно как раз вот немножко перри скажем так объем здесь усилить больше вот таким образом так а что касается вы говорили про зону вокруг глаз то что бывают отеки отеки может быть связано и там что-то или нарушение сна это раз или вы недостаточно пьете воды или много пьете воды там или чай перед сном это может быть что касается еды или соленая или сладкая да есть такое ну то есть нужно немножко урегулировать питание именно я понимаю что у вас там двое детей да поэтому нужно а этот этот хочет этот этот хочет это вот это и себе получается что на всю семью еще и муж естественно да каждому свое это бывает сложно и удержаться когда тем более такие соблазны я понимаю вас прекрасно что касается ухода за кожей здесь конечно важно тоже правильно наносить крем для глаз если вы будете наносить например перед сном очень близко к ресницам у вас всегда будут отеки вот даже иногда честно скажу если у вас нету времени там за час нанести крем для глаз лучше вообще даже не наносить его и ложиться спать без крем для глаз иначе вы можете провоцировать отеки это будет постоянно и в итоге будет ну такое недовольство своей внешности что делать здесь нужен вот правильное питание здесь нужно образ жизни посмотреть образ жизни это что это выстроить некий график и понимать что вот это делать не хуже если я это уберу то я сразу буду выглядеть лучше вас совсем другое ощущение себя будет скажите пожалуйста лись как вам макияж мне нравится поменяли чуть-чуть представляете тут вот просто пару вот движений и уже совсем по-другому совсем по-другому до обращал на это внимание да 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 но брови то тоже град значения макияж глаз тут все в комплексе ну что олеся значит у нас какие правила нашего шоу мы с вами вот приобрели косметику мы сделали макияж и у вас есть выбор забираете в то что только что приобрели или вы можете оставить свою косметичку что вы выбираете вы выбираете свою косметичку отлично у вас достаточно много средств принципе вот там есть практически все соответственно вам просто нужно вот немножко ответить детали и скажем да нюансы макияжа которые я сегодня объяснила просто воплотить помощью своей косметики супер а то что если понравилось вы потом был если будет вдруг желание вы сможете до приобрести но раз вы выбираете свою косметичку и все-таки вот в нашем разговоре да вы больше говорили про вот про качество кожи да 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 я тогда хочу вам предложить прийти учиться ко мне в школу и курса с нутрициологом спасибо мне кажется будет для вас сейчас очень полезно это очень полезно потому что вот все-таки изнутри вот эти вот отеки меня беспокоит и да ну плюс у вас питание дети это сейчас очень важно чтобы именно детям тоже привить правильную культуру питания чтобы вот в дальнейшем они понимали что что дает им здоровье и энергию а то что может наоборот сказываться на спасибо большое меня это очень радует супер но я очень рада да очень хорошие хороший подарок такой да уж не необычный да обычный нужно правда нужно это здорово питание это важно на самом деле и вы правильно сказали прививать детям с самого детства ну отлично да ну шикарно а вот эта косметика тогда мы ее будем разыгрывать и она уйдет кому-нибудь девушки подписчицы дорогие вам традиционный разбор чек сейчас посмотрим так солнечная палитра его мозаика стоит 755 рублей кстати ну так она дороговато но единственное что последнее время вот так как появились раньше я ее очень любила а сейчас появились аналоги и даже в тоже его мозаик немножко другой продукт и намного круче работает не было не было она рыжевата есть в ней конечно просто она не всем может подойти согласись то что вот именно проблема найти загарную подру который будет вот много цветов согласна у нас задача была универсальная до продукта купите для того чтобы сделать косметичку на 3000 рублей собрать консилер для лица консилер 674 рубля так консилер кстати мне понравился но единственное он все-таки немножечко сухого согласно да но в использовании очень хорош кстати для съемок очень хорошо ну вот для съемки да хорошо просто на самом деле привлекло то что он со спонжиком да 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 согласно и объем большой да не покупать а тени для глаз и бровей 779 рублей что они для года написано тени для глаз и для бровей вот эта палетка мне очень понравилось мне тоже ну просто она в магазине представлена но как-то на и бро да ну просто качество такое что можно очень легко сделать макияж за вещь и стоит 700 779 рублей получается что в одном можно сделать и брови и кисточки тут есть а вот этот цвет еще можно сделать в качестве моделирования о кстати да он такой как раз таки серы хорошая имитация тени зубер так что ты не поняла так подожди солнечная палитра консилер для лица тени для глаз кисть профессионально для макияжа 1035 рублей кисть 1035 рублей что не так общая стоимость 3415 а где остальные карандаши где тоже где блеск я не поняла саша нужно пробили подарили да то есть магазина риф гош кассир только что попал на деньги раз она тебе не пробил эти средства так еще раз у нас еще осталась кисть у нас еще одна кисть вот это я только что озвучила у нас еще хайлайтер карандаш блеск тушь так здесь у нас в этом чеке четыре продукта а вот это где так где второй человек я так поняла я добавила своего кармана надо же понимаешь нереально купить себе косметику 3000 рублей у тебя задача была так но тут вот три 200 ой ну а 3 купила за тысячу рублей кисть за 1000 у меня лимит времени у меня лимит времени у меня лимит денег я вообще в неизвестном магазине смотри ты купила кисть добавила немножко чуть-чуть сколько немножко две тысячи две две шесть две пятьсот две шестьсот то есть получается в общей сложности это ну почти около шести тысяч здесь две шестьсот а здесь у тебя три тысячи двести сорок три рубля сама считай сколько получается а закупила кисть значит давайте теперь по этому чеку то чек вот такой вот точек вот такой но зато и два два маленьких да это не один большой тоже для ресниц 359 рублей но панда не дает эффекта накладных ресниц вот это не очень нравится в принципе нет она но она вот кому нужно деликатненько вообще вот так блеск для губ вот этот для губ не очень понравилось на гиалуроновой кислотой увлажняющий 499 рублей это лориаль а хайлайтер для лица 375 рублей я уже на нем о нем и рассказывала в прошлом эфире я люблю их их два цвета да это такое бежевый так кисть для румян из натурального ворса 500 рублей 499 подожди а какая кисточка для для румян а за 1000 рублей с прошлого человека для микс которая для 1000 рублей но другой не было кисточки там вовсе они закончились карандаш для глаз 413 рублей кисть для бровей 348 а получается что кисть для брови можно было не покупать что-то есть и даже кисточки в наборе и они хорошего качества так что можно кисть не покупать было тушь можно туши можно было тоже в принципе сэкономить но тут же задача была купить термо тушь вот мне например тушь вообще категорически не понравилось и я бы лучше купила тушь гурмандис так сейчас секунду сколько она на 300 с чем-то рублей стоила вот она тушь 359 рублей ну гурмандис дала бы больше эффекта но она не термо и тогда у алисе бы могла так вот на туши можно было сэкономить потом на вот этой кисточке это ты сказала ну хорошо можно было в принципе сэкономить и на карандашах но он хороший нет он хороший но есть аналоги которые можно купить подешевле надо было посмотреть может быть там девиен сабо или или гурмандис есть тушь хорошие есть карандаши они недорогие а я наоборот не хотела брать все в еве и гурмандис они мне очень нравится две эти фирмы но тогда как бы вот этого разнообразия бы не было я в прошлый раз купила кисть для растушевки за триста семьдесят по-моему за 300 рублей до не было в наличии а это 1000 рублей но это никс но этого 7 минус 700 рублей минус 700 рублей здесь вот это сколько кисточка стоит 300 это уже мин минус 1000 рублей то уже было бы 4 если бы взять тушь и карандаш подешевле это было бы ближе к трем тысячам и если еще блеск то в принципе все можно было купить уложиться на 3000 рублей молодец мы же будем это разыгрывать да конечно теперь конец так как наша героиня забрала свою косметичку имеет полное право у нее достаточно хорошая косметичка то соответственно вот это то что выбрала саша получается у нас на почти на 6000 рублей отправляется девушки кому-нибудь из вас я просто о вас забочусь до для того чтобы поучаствовать в розыгрыше вам нужно подписаться на мой инстаграм там я сообщу когда будет он на у нас с вами онлайн встреча и мы разыграем набор вот этой косметики и запомните в следующем шоу героини можете стать именно вы девушки всем до свидания и до новых встреч